Сейчас нас порядка 400 человек собралось здесь, в зале. И даже больше, наверное, да? Да, больше даже. И вот представьте, сейчас все эти 400 человек будут повторять «я желаю всем счастья». Не скандировать «даешь демократии», а повторять «я желаю всем счастья». Или «даешь России», «Крым». То есть они будут повторять «я желаю всем счастья». И это уникальное явление. Вот здесь в Риге один из человек удивительный, его зовут доктор Гетров. Я прочитал как-то в интернете о нем такую интересную статью, что оказывается много-много лет назад, или 20 лет назад, здесь в Риге этот доктор Гетров, удивительный, хороший человек, собрал, ну насколько это правда, я не знаю, но написано в этой статье так было. Порядка несколько тысяч человек собралось. И они, ну что-то такое, повторяли какие-то вот эти вот мантры ведические. Они все так переводятся «я желаю всем счастья», «я желаю всем любви». Они повторяли, и в это время провели исследование, и статистически оказалось, количество аварий, несчастных случаев очень сильно снизилось в это время. Просто там тысячи человек, пару тысяч повторяли вот эти вещи. Понимаете? Весь город от этого изменился. Такая сила. Это факт стопроцентный. Зло никогда не может победить тот, кто творит добро. Деды говорят. Настроиться на доброе очень трудно, но когда это произошло, сразу энергия очень сильно от этого идет. Давайте попробуем. Настрой такой. Внешне мы повторяем «я желаю всем счастья». Но так как счастья у нас нет, у нас нет, мы душевно нищие все. Но зачем-то повторяю эту правду «я желаю всем счастья». Я желаю, значит, отдаю, но у меня нет. Как тут быть? Люди объясняют, что человек легко может стать проводником энергии счастья и любви. Легко он может стать. Это очень просто делается. Вспомните святость. У каждой веры своя. Кто-то святого человека вспоминает, кто-то икону, кто-то Бога вспоминает, кто-то мать Бога, кто-то вспоминает святую воду, кто-то вспоминает святое имя, кто-то маленькую вспоминает, кто-то святое место вспоминает. Вспомните святыню, то, что вам дорого, как святость, как чистое, как то, что очищает сознание. Вспомните свою веру, свою святость. Кладитесь этой святыни и повторяйте мысленно, не повторяйте, а настройтесь. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. А вслух повторяйте, я желаю всем счастья. Потому что единственное, что в святости нужно, это чтобы все были счастливы. Это будет свою цель. Поняли настрой? В сердце своем настраивается постоянно возвращать свое сознание в святости, постоянно в святости, постоянно в святости. А внешне, повторяя, может быть даже не сильно думая об этом, я желаю всем счастья. Постепенно, чем больше вы будете связываться со святостью, тем больше из сердца будет врываться эта сила, которая будет очень сильно привязывать сознание к тому, чтобы отдать счастье. Чистость сердца, работа сердца. Сначала надо привязаться к святости, а потом пойдет вот эта вот сила. Какой результат? Первое, что возникнет, в сердце возникнет спокойствие, умиротворение. Потом в сердце придет знание. Вы почувствуете, как надо жить. И третий результат, самый глубокий, это гера вот в этот метод. То, что надо идти духовным путем, а не материальным. Материальное само собой приходит в нашу жизнь. Не надо сильно беспокоиться. Как все вместе повторяем. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю всем счастья и духовного знания. Всего самого лучшего в вашей жизни. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо. 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 Спасибо.